Всем привет! Сегодня мы продолжаем видео обзор по пылесосу Samsung, который в предыдущем ролике у меня был, но там горел двигатель, как я уже говорил, если согласятся, будет продолжение, если нет, то ничего не будет. В общем, позвонили людям, предложили два варианта, либо новый двигатель, либо восстановленный, в моем случае я с оригиналовского пылесоса снял, пылесос даже года не отработал, вот, попался мне такой, видно, чистенький, я его не мыл, ничего, он сам по себе просто в хорошем состоянии, работает очень тихо, но тут есть одна загвоздка, провода, видите, разной длины, то есть клеммки одинаковые, а провода разной длины, и было решено их поменять, то есть все, что нам надо, тепловую защиту термореле отключить, вытащить и поставить на этот пылесос, поменять местами. Теперь для тех, кто спрашивал при замене двигателя, есть ли разница, как подключены провода, ребята, вот тут вот разницы никакой, как провода подключены, хоть так, хоть так, как хотите, тут тоже разницы нет, хоть так включите, хоть так включите, как вам угодно, тут полярности нету, значения не имеет, он будет всегда крутиться в свою сторону, как положено, вот, так что не парьтесь, когда подсоединяйте, главное, чтобы нигде короткое замыкание не сделать, а подсоединять, вот, хоть так, хоть так. Смотрите, как снимать, вот я стащил изоляцию, изолирующую такую штучку, смотрим теперь на саму клеммку, то есть вот так вот клеммку просто не стащишь, вот тут, смотрите, фиксатор, видите, язычок есть, вот так, смотрите, она не стаскивается, смотрите, язычок, нажимаю вниз, все прекрасно стаскивается. В общем, установил я двигатель, моторный отсек, там ничего сложного, то есть как снял, так и поставил, ничего такого заковыристого, провода вывел, это вот питание с намотки шнура, с барабанной намотки, это с движка. Не забываем про обратный клапан, точнее предохранительный клапан, вот, все установились, теперь можно начинать сборку, устанавливать крышку, устанавливать регуляторы и прочее, и прочее. Сразу умейте ввиду, вот это вот, многие спрашивают, что это за штучка такая, ребята, это датчик разряженности, а точнее, когда забивается пылесборник, у нас лампочка есть сверху, что он переполнен, вот этот вот датчик и дает сигнал на включение этой лампочки, то есть, когда уже забит пылесборник, тут контакта замыкается, и начинает светиться этот светодиодик, что означает, пылесборник наполнен. В общем, собрали пылесос. Все работает, для проверки поставил свой фильтр, фильтр клиентов ставить не стал, потому что, еще раз показываю, что с ним стало, как бы это совсем не нормально. Видите, да? Все, рекомендации даны, фильтр будет менять, и, я думаю, прослужит еще очень долго пылесос. А на этом все, ставим палец вверх, подписываемся на мой канал, заходим в описание, обязательно подпишитесь на группу ВКонтакте, конечно же, задавайте вопросы, озвучивайте свое мнение, буду рад и будем общения, и, конечно же, ждем свежих выпусков, они у нас еще будут и очень много. До новых встреч!